Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на моем канале. Я рад, что у вас есть возможность познакомиться с моим другом. Его зовут Володя Нижельский, у него очень глубокие духовные темы. И я рекомендую вам обязательно познакомиться поближе с его проповедями, познакомиться с ним как с человеком. Дорогие друзья, я благодарен за предложение Виталика. Если будет вам интересно, вам понравятся эти проповеди, то я с удовольствием буду их передавать Виталику и буду отвечать на ваши вопросы. Ну что, готовы, да? О, как меня громко слышно. Я уже собрался кричать. Хорошо, давайте мы с вами начнем размышления со стиха из книги Малахия, 4 глава, 5-6 текст. Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня. О каком времени здесь говорится? О нашем. О нашем, да? В последнее время Господь пошлет Илью. В Библии есть три Ильи, да? Илья, который был, Иоанна Крестителя Господь назвал Ильей. И также Ильей мы можем назвать Елену Вайт, как пророка последнего времени, и как адвентисты седьмого дня, которые должны приготовить весь мир ко второму пришествию Христа. «И Он обратит сердца отцов детям и сердца детей к отцам их». Вот у меня вопрос к детям. Глядя на вот этот стих, какая будет проблема на земле? Ну, подсказка небольшая. Вода и еда у них не иссякнет никогда. О чем говорится, значит, в этом тексте? Какая будет проблема? Будет голод, да? Если вода и еда не иссякнет у нас, то есть она у нас будет, то значит везде что будет происходить? Будет происходить голод. И вот здесь сказано «обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их». Какая здесь тогда видна проблема в последнее время будет? Мы видим, что в последнее время будет характеризоваться особым нарушением Пятой заповеди. То есть не только суббота будет нарушаться, но и будет большой конфликт отцов и детей. И вы, наверное, можете уже наблюдать, как дети разговаривают с родителями. Вот это общение или разобщение, которое происходит дружбой отцов и детей, оно куда-то исчезает в последнее время. Шестой том свидетельств для церкви, страница 151. «Образование, даваемое молодым, формирует всю структуру общества. Что такое образование? Давайте мы поразмышляем над словом «образование». От чего оно идёт? Образ. То есть придать какой-то образ ребёнку. Как происходит обретение образа? Ну или мы знаем, что в Священном Писании есть на что взираем, в то преображаемся. Вот иногда родители говорят, настаёт ребёнку 14, 15, 16 лет, и говорят, у него переходный возраст, он стал неуправляемый. Но на самом деле в 15-16 лет просто дети становятся более свободными. Они уже могут проявить себя так, как в 13-12 они не могли себе позволить, потому что ещё были маленькие, а тут уже у них паспорт, скорость самостоятельности 18, и они могут проявить вот это своеволие. И по сути в 15-16 лет вы можете посмотреть, кто был воспитателем ваших детей. Мама с папой, телевизор, друзья, школа или общество. То есть по сути то, с кем они общались, сформировало их образ, какой-то характер. Они стали на что-то похожими. Поэтому воспитание, образование, оно очень сильно переплетено с планом спасения. Мы должны с вами взирать на Иисуса Христа, для того, чтобы быть с ними похожими. А дети, глядя на родителей, они становятся похожими на своих родителей. Но современное общество, вы видите вот движение эмансипации. Знаете, да, что такое эмансипация? Может, я сам этого термина не понимаю? Ну как я... Я не знаю. Да. Это выравнивание прав женщин с мужчинами. Я правильно сказал? Что произошло? Где-то в районе 1844 года, когда пошла адвентистская весть реформы здоровья, реформы образования, воспитания. Сатана начал производить свои реформы. И в питании, и в образовании, и во всём. И обратите внимание, что женщины начали... Какой образ женщины в библейское время? Вот возьмите мама Иисуса. Чем она занималась? Почему нужно было брать в жёны вдов, да, там как-то по родству или заботиться о вдовах? В основном женщины занимались воспитанием детей. Но так как женщины начали выравнивать себя в правах с мужчинами, они также начали и зарабатывать. Соответственно, когда женщины стали сильно занятыми, что им пришлось делать? Им нужно было отдавать детей куда-то на воспитание. Поэтому появилась нужда в садиках. И всё общество начинает делать, чтобы детей воспитывали кто-нибудь, но не родители. Родители общают, видят детей утром, родители видят немножко вечером, они со школы пришли. Но основное время дети общаются с кем? Ну, с кем-то посторонним. Плюс ещё родители приходят, они заняты. И самая лучшая няня — это телевизор или компьютерные игры и так далее. И опять дети на что-то взирают, но только не на родителей. И в результате общество становится таким, что даже родителям это не сильно нравится. Хотя они просто не учитывают вот этот закон причинно-следственной связи. На что взираешь, в то и преображаешься. Второй Тимофеем, 3 глава, 1, с 1 по 4 текст. «Знайте, что в последние дни наступят времена тяжкие». Обратите внимание, что наступят времена тяжкие, но причина, почему эти времена будут такими тяжёлыми. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». То есть вот такое будет общество в последнее время. И вы можете примерно учитывать тот факт, что это люди практически с 90% с высшим образованием. Люди, которые закончили институты, колледжи, получили самое высокое мирское образование, но обратите внимание, какое общество сформирует вот эта система образования без бога. То есть общество будет невыносимым, и родителям в том числе непокорны будут дети. В чём же состоит миссия Ильи? Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Мы над этой первой частью сейчас с вами начнём размышления. Итак, реформа образования. Через Елену Уайт была дана весть о реформе образования. Как должны родители воспитывать своих детей, или больше того не реформа, а чтобы родители вернулись к тому образованию, которое было описано в Священном Писании, в самом начале его. Патриархи и Пророки, страница 569. Подлинная цель воспитания заключается в восстановлении образа Божьего в душе человека. Видите, в чём подлинная цель образования? В восстановлении образа Божьего. Вот цель истинного образования. Миссия родителей и учителей заключается в том, чтобы разделять божественное намерение относительно воспитания юношества, и тогда они становятся соработниками у Бога. Первоначальный план. Какой же был первоначальный план в образовании у Бога? Первоначальный план Божий по воспитанию. Система образования, установленная в Эдеме, сосредотачивалась в рамках семьи. Опять, видите, появляется семья. Адам был сыном Божьим, и дети Всевышнего получали наставления от своего отца. Это была их семейная школа в самом истинном смысле слова. Итак, какой был план образования в Эдеме? Катя. Родители, да? Семейное образование. Родители давали образование своим детям. Адаптированный план или после грехопадения. Как же изменился вот этот план воспитания? В божественном плане воспитания, адаптированном к состоянию человека, после грехопадения Христос выступает как представитель Отца, как связующее звено между Богом и человеком. Он великий учитель людей. И Он постановил, чтобы мужчины и женщины были Его представителями. Семья должна стать школой, и родители – учителями. Итак, какой план после грехопадения в плане воспитания детей и образования? Такой же самый. Родители должны воспитывать своих детей. И давать им образование. Основные цели детского образования. Иоанна 4, 34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иоанна 5, 30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сижу. И суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Так обратите внимание, здесь выделено желтым цветом, какое было у Иисуса основное желание. «Исполнить волю Отца». Не свои воли, а исполнить волю Отца. Итак, послушание. Воспитание детей, страница 79. Пусть отцы, матери и учителя наших школ помнят, что самое главное в воспитании – научить детей послушанию. Этой задаче придается очень мало значения. Дети станут намного счастливее, если их правильно воспитывать, нежели предоставить неуправляемым порывам. Дети должны усвоить, что полную свободу они получают, подчиняясь законам семьи. Христианам надо учиться уроку, суть которого в том, что их полная свобода заключается в послушании закону Божьему. Воля Божья – это закон неба. Прежде чем ребенок обретет способность самостоятельно рассуждать, вот у меня вопрос к родителям. В каком возрасте дети начинают самостоятельно рассуждать? Вот с Олей полтора года, но я смотрю, она уже рассуждает. Соломи. Ну вот они уже рассуждают, можно, нельзя, как бы. То есть они начинают думать. Ну там три фото у детей происходит, когда они какое-то самоотознание у них происходит. Ну там уже, наверное, больше как бы они начинают правильно рассуждать, да? А вот, например, можно или нельзя? Да, вот там куда-то идут, а уже мама говорит, нельзя. И она понимает, что нельзя. Это уже до года примерно, да? Они начинают что-то соображать, да? Прежде чем ребенок обретет способность самостоятельно рассуждать, его надо научить по виновению. Вы замечаете, как дети с самого детства, вот еще только маленькие, они пытаются манипулировать родителями, шантажировать криками или еще что-то, но для того, чтобы они начали выполнять то, что ребенку надо. А родителям нужно, наоборот, их научить чему? Послушанию, чтобы дети с детства научились выполнять волю родителей. Необходимо вырабатывать эту привычку нежным, настойчивым усилием. Доходчиво расскажите детям, чего вы от них требуете. Ну, видите, тут, может, чуть-чуть постарше, чем у Готани, да? Затем дайте им понять, что вашим словам необходимо повиноваться. Таким образом вы приучаете их уважать Божьи заповеди, в которых ясно выражено, что можно делать, а что нельзя. Видите, если дети научатся быть послушными родителям, то им будет легче быть послушными Богу. Если они выросли непослушными земным родителям, как они будут слушаться Бога, которого они еще не видели, не знают, да? Немногие родители начали рано учить своих детей послушанию. Обычно до 2-х и 3-х летнего возраста они боятся воспитывать ребенка, думая, что он слишком мал, чтобы научить повиновению. Но все это время в маленьком существе все сильнее укрепляется его я. И с каждым днем родителям все труднее осуществлять над ним контроль. Никогда не следует позволять им демонстрировать неуважение к родителям. Своеволе ни в коем случае нельзя оставлять без порицания. Для будущего блага ребенка он нуждается в воспитании добром, внимательном, но твердом. Дети станут счастливыми при правильном воспитании и несчастными, если им позволить поступать по воле их неуправляемых эмоций. «Настоящие детские добродетели». Вот смотрите, это плоды правильного воспитания указаны. То есть когда родители воспитывают своих детей, и глядя на своих детей, они видят, что есть плоды. Это скромность, послушание, внимание и отношение к наставлению, готовность поступать, как того требует долг. Родители прежде всего должны окружать своих детей и атмосферой бодрости, уважения и любви. Дом, в котором любовь проявляется во взглядах, словах и делах, является местом, где любят бывать ангелы. Советы учителя, мы учащимся, страница 111-115. Итак, мы с вами рассмотрим только два основных столпа, на котором заключается родительское воспитание. Их, конечно, вы можете найти больше. Но первое мы с вами усвоили — это послушание. Детей нужно научить послушанию. Прививать это им с детства. Второе, что подчёркивает Елена Вайт, — это любовь к труду. То есть вот это, если научить ребёнка быть послушным и приучить его полюбить физический труд, то этот ребёнок вырастет счастливым. Об этом говорит Священное Писание Духопророчества. Тогда этот человек действительно сможет быть в своей жизни счастливым, потому что он будет любить Бога, он будет ему послушным, и он может быть полезным этому обществу. Он будет любить не просто проводить дело в праздности, тратить время, но каждая его минута, каждый час она будет что-то приносить, какую-то пользу, быть каким-то благословением для других. Одним из величайших средств защиты против зла являются полезные занятия. Так, если мы хотим защитить наших детей от зла, что нужно сделать? Чем-то их занять. В то время как праздность — одно из величайших проклятий, потому что последствием его является порог, преступление и нищета. Видите, да? Современное общество, оно очень сильно этим отличается. Почему? Потому что раньше было преимущество в сельском доме. Дети были, семьи были большие, содержать их было сложно, и участие каждого члена семьи, оно было необходимо. Дети уже с маленького возраста, они пасли овечек, косили, собирали. Это был такой домашний муравейник. Но сейчас, когда люди находятся в многоэтажных домах, очень часто один человек может содержать всю семью. Папа зарабатывает большие деньги, и поэтому детям не надо не помогать, ну максимум они могут поубирать двухкомнатную квартиру. И им очень сложно найти какое-то занятие. Соответственно, дети предоставлены очень часто сами себе и не приучены к полезному физическому труду. Те, которые всегда заняты, которые с радостью выполняют ежедневные обязанности, являются полезными членами общества. Верное исполнение долга на их жизненном пути несет благословение как им самим, так и окружающим их. Прилежный труд ограждает их от сетей того, кто подсовывает ленивым какое-нибудь недоброе дело. Вести для молодежи, страница 214. «Родители совершают самый большой грех, если пренебрегают ответственностью, возложенном на них Богом, и позволяют своим детям бездельничать». Знаете, когда порой детям говоришь, что им нужно работать, они начинают впадать в истерику и говорят, «Вы хотите забрать у меня детство?» Ну, они пытаются шантажировать родителей, но сами не понимая того, что в труде есть благословение. Когда вы видите, что они начинают любить труд, да, вот у нас, я помню, Катя с Лизой, мы им назначили один час работы. Я помню, это был у нас такой бой в день. То этим летом уже Катя просится у нас на полную ставку. Понимаете, то есть мы видим, как дети начинают получать удовольствие не от игр, а от работы, когда они могут реализовать свой потенциал. «Воспитание детей», страница 124. «В своём слове Бог поместил план воспитания детей, и родители должны следовать Ему. Их задача научить детей побеждать привычку ленности. Каждый ребёнок должен знать, что у него есть дело в этом мире. Ленности и праздность не растут на христианском дереве. Дети, всегда оставайтесь верными помощниками в семье. Никогда не избегайте своих обязанностей. Тяжёлая, но полезная работа укрепляет мускулатуру, содействует процветанию семьи. Содействуя процветанию семьи, обретёте богатые благословения. Это мы с вами говорили о детском образовании, где непосредственно родители только и занимаются детьми. Но тут появляется школа. Сатана использует весьма искусные методы, внедряя свои планы и принципы в систему образования, и таким образом овладевая умами детей и молодёжи. Так вы видите, сатана пытается с самого детства завладеть умами детей и молодёжи. Многие семьи, желая дать образование своим детям, переезжают в места, где основываются наши крупные школы. Но им было бы лучше служить Господу, оставаясь на прежних местах жительства. Им надо побуждать церковь, членами которой они являются, основывать церковную школу. И уже в её стенах их дети могли бы получить всестороннее практическое христианское образование. Всюду, где есть хотя бы несколько человек, соблюдающих субботу, родителям надо объединять свои усилия и предусмотреть место для дневной школы, где их дети могли бы получать образование. Теперь осталось слишком мало времени, чтобы выполнить то, что должны были сделать прошлые поколения. Но даже в эти последние дни мы можем многое совершить, чтобы устранить существующие пороки в образовании молодёжи. И поскольку время близко, нам нужно быть ревностными и усердно трудиться, чтобы дать молодёжи образование в соответствии с нашей верой. Ежедневный систематический труд должен быть частью образования молодых даже в этот поздний период. Тут мы видим, что любовь к физическому труду идёт неотъемлемой частью и в школьном образовании. Я помню, когда я учился в школе, у меня был один из любимых предметов класс труда. Школа у меня была такая хорошая, там мы работали за станками и делали много очень хороших практических, занимались практическими занятиями. И это было для меня хорошим, большим благословением. Ежедневный систематический труд должен быть частью образования молодых даже в этот поздний период. Многое даже сейчас можно приобрести таким путём, следуя этому плану. Учащиеся будут обретать здоровый дух и в отведённое время смогут выполнить больше умственной работы, чем если бы они занимались порознь. Очень много в XIX столетии было открыто таких школ адвентистами седьмого дня. Но так как они пытались получить государственную аккредитацию, то потихоньку государство начало требовать от них заменить класс труда физкультурой, потому что это считалось эксплуатацией детского труда. И вместо полезного труда им ввели физкультуру, и потихоньку класс труда он ушёл из системы образования. Итак, результаты правильного образования. «На назначенном месте они соорудили жертвенник и положили на него дрова. Тогда дрожащим голосом Авраам открыл сыну божественную волю. С ужасом поражённый Исаак узнал об ожидающей его участи, но не оказал сопротивления». Вообще, я рос не в адвентийской семье, и я помню, мои друзья, они себе таки устанавливали правила. Им они не имели права выносить даже мусор. Это унижало их достоинство. И когда родители им говорили, «Вынеси мусор», то они говорили, «Мама, я это делать не буду, потому что я создан для других вещей». То мы здесь видим, что... Ну, представьте, отец говорит своему ребёнку, что он должен его принести в жертву. Насколько шок для ребёнка должен быть, да? «Он вполне мог избежать этого, если бы только захотел. Измученный горем старик, истерзанный внутренней борьбой в течение трёх страшных дней, не в силах был бы бороться с крепким молодым человеком. Но Исаака с детства приучили доверять и с готовностью повиноваться. К чему приучил Авраам или научил Авраам Исаака? Послушанию, да? Мы с вами читали много перед этим послушанию, да? Он научил его послушанию. И теперь, узнав намерение Божье, он добровольно покорился. «Вера его была так же несомненна, как вера Авраама. И он счёл для себя честью принести свою жизнь в жертву Богу». Да, но мы можем провести параллель, знаете, когда наступает момент, и дети принимают для себя за честь заключить завет с Богом и отдать свою жизнь на служение, да? А не уйти просто из церкви. То есть считают, дети — это за честь, посвятить свою жизнь, посвятить свои таланты Богу, умереть для себя, для своих каких-то планов в мире, там ещё что-то. Но они хотят всё своё направить, всю свою жизнь в сторону Бога и спасения людей. «С нежностью он старался облестить скорбь Отца». Обратите внимание, да? Он пытался, не то что он сопротивлялся, он пытался утешить Отца, успокоить его дрожащими руками привязывающего Сына к жертвеннику. Патриархии и пророки, страница 181. «Родители никогда не должны забывать о своей ответственности относительно будущего счастья своих детей. Почтительное отношение Исаака к решению Отца было результатом того воспитания, которое научило его жизнь, жизнью послушания». Итак, это был случайный какой-то хороший ребёнок или нет? Наследственность хорошая. Да, была наследственность хорошая. Это был плод правильного воспитания. То есть он не сказал Авраам, но у него переходный возраст. Конечно, если бы Авраам отдал его в египетскую школу, потом в Вавилонский университет, и в 18 лет он сказал бы, «Сынок, вот я должен тебя принести в жертву», то, наверное, на жертвеннике оказался бы папа, скорее всего. Но мы видим здесь, что всё произошло по-другому. Ребёнок с готовностью повиновался и послушался такого, чего не каждый бы послушался, а пожертвовать своей жизнью в юном возрасте. «В то время, как Авраам требовал от своих детей уважения к родительскому авторитету, вот видите, как Дух Пророчества, он говорит, требовал уважения к родительскому авторитету, его ежедневная жизнь свидетельствовала о том, что этот авторитет не был результатом эгоистичного и деспотичного поведения, а был основан на любви, имея в виду благополучие и счастье детей. «Авраам смог быть любящим отцом, нежно и твёрдо, без криков, приучить детей к послушанию». И дети увидели, что Авраам в чём-то, может, ограничивает или к чему-то их приучает, но они видели, что это он делает из любви, чтобы они, чтобы он был счастливым, когда вырастет. «Воспитание детей», страница 465. Такое же мы видим пророчество об Ильи в Евангелии от Луки 1, глава 17 текст. «И предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Ну вот это мы с вами пропустим. Это домашнее задание вам над этой частью пророчества подумать. И мы продолжим с вами по воспитанию. «Воспитание», страница 45. «Везде, где в Израиле следовали божественному плану воспитания, видны были результаты, которые свидетельствовали об его авторе». Видите, автор с большой буквы. То есть везде, где родители следовали этому плану, были результаты. «К сожалению, во многих коленах сформировались такие характеры, которые совсем не отражали воспитание по небесному плану. Божьи намерения исполнялись только частично и несовершенно. Поселившись в Ханаане, смешавшись с язычниками и научились делами их, отцы и матери были безразличны к своим обязанностям по отношению к Богу и к своим детям. «Неверие в домашней среде, влияние идолопоклонников изне способствовали тому, что многие еврейские юноши воспитывали совсем не так, как предусмотрел Бог, и они ушли из церкви». Ну, здесь сказано, они стали следовать обычаям язычников. Видите, родители не выполняли точной инструкции, как Бог повелел воспитывать своими детей. Они пренебрегали этой обязанностью. То есть они не повернули свои сердца к детям. Они не вложили в них свое время, свои усилия. И в результате потом дети отвернулись от родителей. Дети были предоставлены сами себе. Ходили по субботам в церковь, но настало 16-18 лет, и они просто ушли из церкви. Везде, где следовали, были видны следы автора. И мы видим провал системы образования, что дети начали уходить из церкви. Смотрите, есть детское образование, юношеское. И если мы видим, что родители провалили этот план, ну, так получилось, может быть, не знали. В мире жили, только в церковь пришли, то у Бога был предусмотрен план в помощь родителям. Чтобы противостоять этому растущему злу, Бог послал новые средства благого влияния в помощь родителям. С давних времен пророки являлись учителями, определенными Богом. Воспитание страницы 46. «К пророку относились как к Божьему человеку, который передает народу весть от самого Бога. Пророками также назывались и те, кто, хотя и не был инспирирован непосредственно, все же был призван Богом наставлять народ в делах и путях Божьих. Для подготовки таких учителей Самуил под руководством Господним основал школы пророков». Самуил организовывает школы пророков, то есть это уже образование после школы, понимаете, примерно 16-18 лет и старше. Дети не совсем, скажем так, у родителей получилось, но в помощь родителям Бог организовывает школы пророков через Самуила. Чем же отличались эти школы, как они были устроены? Эти школы предназначались для того, чтобы быть барьером широко распространяющемуся разврату. Соответственно, если они должны были перепротивостоять разврату, что в этих школах должны было быть на самом высоком уровне? Какие-то нравственные стандарты, да? То есть в народе израильском начался разврат, занижались вот эти целомудренные нравственные стандарты. Мир начал входить, они видели, как живут хананеи, еще какие-то. И вот это уходилась скромность, и появлялся вот этот разврат в народе израильском. И эти школы должны были поднять вот эти стандарты нравственности, благочестия. Способствовать умственному и духовному развитию молодежи и содействовать процветанию нации, подготавливая таких людей, которые воспитывали бы и вели бы себя, вели бы за собой других в страхе Божьем. Для этого Самуил отбирал благочестивых, умных и прилежных молодых людей. Вот интересно, немножко тут не вписывается в концепцию семья и дети, когда неразрывно отцы и дети. То есть здесь мы видим, что юноши шли непосредственно в школу к Самуилу, и там находились на пансионе. Ну уже родители, может быть, не справлялись, но хотя мы видим прилежных молодых людей. Очевидно, у этих родителей были, ну детей и родители были с пониманием. Их называли сынами пророков. Изучая священные писания, чудесные божественные дела, они ощущали его живительную силу, способствующую развитию их умственных способностей и душевных качеств. Так учащиеся обретали мудрость свыше. Какие были наставники, какие были учителя в этих школах пророков? Наставники были не просто сведующими в божественной истине. Они наслаждались общением с Богом и имели особый дар его духа. Они пользовались уважением и доверием народа, не только как учителя, но и как благочестивые мужи. В одни Самуила было две такие школы. Одна в Раме, а другая в Кориан-Фариме. То есть обратите внимание, что учителя, это должны быть... Скажем так, если вы же отдаёте своего ребёнка, то вы понимаете, какому вы учителю и отдали, такому вы ребёнка и получите. Эти учителя не просто говорили о том, ну, можно рассказать доктрину о Святом Духе. Но этот учитель мог рассказать ребёнку, как Бог его провёл по этой жизни. Рассказать вот эту песнь Победы, Агнца, как Бог побеждал в его жизни, как он отдал свою жизнь в руки Богу, и он никогда не пожалел в своей жизни. И когда учителя могут передать вот это водительство Божие или присутствие Божье в своей жизни детям, вот такие были учителя в этих школах. Какие были предметы в этих школах? Основными предметами изучения в этих школах был закон Божий с руководством, данный Моисею, священная история, религиозная музыка и поэзия. Видите? В летописях священной истории они прослеживали постоянное присутствие Иеговы среди своего народа, особенно изучались великие истины, воплощённые в символах святилища. Поддерживаемые силой веры, они помогали понять, что центром всей этой системы является Агнец Божий, который возложит на себя все грехи мира. Мартин Лютер, «Великая борьба», страница 126. Об университетах он писал следующее. «Я очень боюсь, что высшие учебные заведения сделаются вратами ада, если в них не будет прилежно изучаться священное писание, а в юношестве не будет руководствоваться им. Я никому не посоветую определять своего ребёнка туда, где священное писание не занимает главного места. Любое учебное заведение, в котором не изучается со вниманием Слово Божье, будет развращать нравы молодёжи». Основная задача в этих школах, в пророческих школах древнего времени перед всеми учащимися стояла важнейшая задача — постижение воли Божьей и обязанности человека перед ним. Опять, видите, узнать волю Божью и повиноваться этой воле. Методы преподавания. Методы преподавания в этих школах коренным образом отличались от тех, что приняты в современных богословских школах, выпускники которых имеют гораздо меньше реального знания Бога и духовной истины, чем люди, только что поступившие туда. Знаете, об Иисусе Христе говорили, как Он может учить нас, если Он нигде не учился. Есть такой перекос. Чем больше у тебя образования, ты знаешь о Боге, значит, ты можешь быть уже учителем, но не учитывается отношение с Богом, опыт человеческий с Богом. И вот это была проблема, что знание о Боге, оно отличается немного от того, или в корне отличается от того, когда человек знает Бога, когда человек водим Богом. Обеспечение школ. Ученики этих школ содержали себя своим трудом. Так мы видим опять, к чему их приучали? К полезному труду. Они сами содержали себя еще и полезным трудом. Возделывая землю или занимаясь каким-либо ремеслом, многие из учителей также поддерживались себя физическим трудом. Помните, апостол Павел, несмотря на то, что он был учителем, он еще и умел шить палатки. Каждого ребенка в детстве в Израиле учили чему-то физически владеть как-то руками, чтобы он мог прокормить свою семью, чтобы он был практичным человеком. Результат воспитания страницы 47-48. Эти школы оказались самым достойным в обретении той праведности, которая возвышает народ. Вне всякого сомнения, они являлись основой чудесного процветания, которым прославились царствования Давида и Соломона. Раньше я думал, что Израиль был такой могущественный, потому что им правил Давид или Соломон. Но обратите внимание, государство было сильным, потому что было очень много молодежи, которая прошла вот эти школы, выросли и заняли руководящие посты в Израиле. И только благодаря вот этим ученикам, которые вышли со школ пророков, Израиль был вот таким процветающим. Воспитание страницы 48. Грех Давида, в котором он искренне каялся, из-за которого был жестоко наказан, в дальнейшие годы искушал народ нарушать заповеди Божьи. И так мы видим, Давид непосредственно стал причиной того, что народ израильский начал отступать. Жизнь Соломона, несмотря на великое обетование, также омрачилась отсутствием отступничеством. Тот, кто при посвящении храма молился о своем народе, чтобы их сердца были всецело отданы Господу, теперь стал их совратителем. Соломон обесчестил себя, обесчестил Израиль и обесчестил Бога. Божье воспитание, они отвергли его авторитет, не признавали. Итак, мы видим опять провал в системе образования. Божья система образования разрушена, и опять грех начинает входить в моду, и Израиль начинает поражать вот этот разврат. С отвержением путей Божьих начался закат царствования Израиля. Вскоре израильское государство стало жертвой тех самых народов, чьим обычаем последовал его народ. Школы пророков, утвержденные Самуилом, пришли в полный упадок во время отступничества Израиля. Итак, вы видите, что сатана борется для того, чтобы разрушить Божий план образования или воспитания детей. Школы пророков разрушены. Кто будет теперь управлять государством, когда молодежь подрастет? Родители не занимаются воспитанием детей, не справились, уже и школ пророков нету. Какое поколение вырастет? И тут, помните, когда школы пророков были разрушены, это во времена Ахава. Помните, да? Илья появляется во время кого? Ахава и Изавели. Мы сейчас с вами поговорим как раз об Илье. Чем отличился Илья во времена Ахава? Первое время он, вернее, самое главное, он не был терпим к греху и к разврату, он обличал. Ну и давайте мы уже коротко тогда пройдем с вами. Время мне подсказывать закончилось. «И предвидеть пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов к детям и представить Господу народ приготовленным». Вот сейчас мы с вами поговорим «Представить Господу народ приготовленным» вот над этой частью. Илья возродил эти школы. То есть с чего начал Илья? С образования. Илья возродил школы пророков. Илья был очень счастлив успехом, достигнутым благодаря этим школам. И давайте представим Господу народ приготовленный от Луки 1, 15-17. И зачитаем цитату из 7-го тома свидетельствия церкви, страница 102. «Я наставлю, я, видите, с большой буквы, это прямая речь, «Я наставлю несведущих и помажу бальзамом глаза многим, пребывающим ныне в духовном мраке. Я воздвигну работников, которые выполнят мою волю и подготовят народ». Видите, да, параллель какая? «Приготовят Господу народ приготовленный. Я воздвигну, и они подготовят. Устоять передо мной во время конца. Во многих местах, где давно была пора построить санатории и школы, я открою свои учреждения, и они станут центрами воспитания и подготовки работников». Итак, вы видите, что Илья начнет с того, что восстановит Божью систему образования. И, по сути, вы находитесь в одной из таких школ пророков, где дети занимаются физическим трудом, где они изучают священное писание, где они содержат себя своим трудом. И, более того, и школьная система образования, если школы присутствуют где-то в институтах или ещё где-то при наших общинах, везде должна быть наиболее приближенная система образования, вот как мы с вами здесь изучались. И я вижу, что мы находимся в начале этого пути. Обратите внимание, что этих школ, где могут прийти юные люди, я пришёл в эту школу где-то в 28 лет, и медико-миссионерская школа в обиходах, она поменяла мне вообще моё мировоззрение. Если раньше я работал в мире, то теперь я работаю на Бога. И будем благодарить за эту весть, что в последнее время произойдёт, и вот это обетование, что родители займутся воспитанием детей, и дети в ответ повернут свои сердца к родителям. И в то время, как весь мир будет погибать от того, что будет конфликт отцов и детей, вдруг появятся какие-то необычные семьи, где дети будут дружить с родителями и повиноваться им. И вот это будет особым зрелищем в самое последнее время. И я хотел бы, чтобы каждый из нас стал участником, когда мы будем наслаждаться тем, что наши дети будут находить радость в послушании, а родители будут находить радость в том, что они будут пребывать рядом со своими детьми, а не стараться отправить их куда-то подальше, чтобы как можно реже их видеть. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, разошлите его вашим друзьям и близким по соцсетям и группам. Поставьте лайки, напишите хотя бы небольшой комментарий. Таким образом, видео станет более популярным, и его смогут увидеть большее количество людей. И кто знает, возможно, благодаря вашему участию, ни одна душа обретёт вечность, слушая ценные вопросы, связанные со священным писанием. Божьих вам благословений. Спасибо за ваше участие.